Всем привет! Костелло здесь и великая и ужасная, в плохом смысле этого слова, Велма вновь решила заявить о себе в то ли в хэллоуинском спешли, то ли в очередном сезоне я уже, честно говоря, решил на это все дело забить, потому что, ну извините меня не на такой Велме я рос и любил Скубиду и несмотря на все это, недавно прошла новость о том, что HBO Max которая сейчас нынче просто Макс, она наконец-таки похоронит эту версию Велмы что не станет причиной для того, чтобы поганить другую вселенную а именно DC и Харли Квинн, которая начала поганиться после второго сезона но я ей дал шанс в третьем сезоне и в принципе было неплохо пока не вышел спешл про День Святого Валентина и пока я не узнал про некоторые подробности четвертого сезона после которой я понял, нахер, нахер мне такую Харли Квинн которая из серии, серии только и делает, что ищет способ как бы так радужно по-экстремизничать с ядовитым плющом вот, поэтому если уж и смотреть Харли Квинн, то только в играх от Rocksteady или в аниме от Редцем Убийц и Секай которую я пока дальше первой серии не видел, потому что столько проектов по аниме вышло что все охватить у меня не получается смотрим обзор, это все, что я могу сказать вы думали, что Велма Скуби-Ду для взрослых закончилась? что она скончалась? нифига подобного! она продолжает жить! как в новой версии... ну, не совсем опять же, недавние новости говорят о том, что уже все это действительно последняя серия, считай в данном случае спешл хэллоуинский и Скуби-Ду с монстрами борются с помощью озабоченности как мультсериал Скуби-Ду Мистическая Корпорация делает хорошо то, в чем Велма терпит огромное фиаско в чем схожи эти вещи, как можно пересобрать концепцию Скуби-Ду и почему Велма все никак не может наконец окочуриться сегодня мы во всем этом разберемся не отходите далеко какие имеются величины но, сука, Пинки, мать их и Брейн хулу и так она умудрилась их испоганий так еще и... ой... которая, правда, конечно же, она, да работает с Ханна Барбара и поэтому может себе позволить но... может пора уже оставить в покое героев нашего детства и начать производить что-то свое почему-то Пиксар с этим справляется достаточно хорошо да, странное, конечно, сравнение, но тем не менее какие-нибудь инди-студии с этим справляются хорошо тот же Глич и Гузбамс или как там его? Гузбамс? Гузворкс? не помню вот но... крайне наивными когда я разбирал первой серии Велмы некоторые комментаторы утверждали что наверняка мультсериал закроют после такой разгромной критики а вот нифига потом выходят новые серии люди умудряются ликовать с концовки сезона мол, Скрэпиду в конце прибил Велму она получила свое ненависть фанатов наконец выражена в якобы финале восторжествовала суровая справедливость мне кажется, так думали люди которые не смотрели эти самые эпизоды потому что на деле Велма все равно оставалась активным персонажем просто призраком и был даже дан намек что ее могут вернуть нет, вы правильно делали, что все это не смотрели но я-то смотрел я-то создан для страданий и народ такой ну это точно конец я, слава богу, это не смотрел дно окончательно пробито меня, меня хватило только на две серии все все, больше не хочу на этот раз Велма точно закончится тут уже и Скубиду который оказался не тем Скубиду зашкварили и троп со Скрэпи злодеем повторили будь он неладен ну не может же такая вещь продолжаться дальше ну а то есть причина почему он вроде нет, дамы и господа именно настолько ну что ж поговорим про деконструкции знаете, в последнее время многие говорят что вы уже достали своими попытками переизобрести что-то заново дайте нам что-то классическое вот только лично я не... согласен попытками переизобрести что-то заново дайте нам что-то классическое черт, сука, возьми как я здесь согласен шестой сезон мы уже ждем на протяжении сколько получается лет десять и уже скоро получается двадцать, девятнадцать, восемнадцать семнадцать семнадцать мать их лет ладно, окей пускай будет просто перезапуск но чтобы они не те они вот только лично я не против обновлений когда считаю что оригинальное произведение было нам мало одного кроссовера с ними слишком уж однообразным вот вы думаете что я сейчас душный тип который придирается к мультикам ох вы просто не знали меня в детстве я был тем самым занудным ребенком который смотря инспектора гаджета напрягался от вопроса как это в нем помещается столько устройств я был тем самым мальцом который инспектор гаджета знал о нем и приузнал что существует по нему аж два лайфэкшн фильма но засматриваться не засматривался либо я засматривался если то не на того инспектора гаджета которого знают и любят из девяностых есть еще куча других мультсериалов по инспектору гаджету и был какой-то один который показывали по СТС но я не помню как он точно называется то есть был ли у него подзаголовок но он точно был в нулевых по СТС вроде как может быть я ошибаюсь может быть у меня накрыли воспоминания о чем-то другом похожем на инспектора гаджета я знаю что есть инспектор гаджета 3D но нет нафиг подал осознавая что эпизоды какого-нибудь шоу строятся по одной и той же схеме однако Скуби-Ду выделялся на фоне каких-нибудь Total Spice кстати недавно продолжился и ведь главное Total Spice могут продолжить а юных титанов не могут да он вроде бы работал по одному шаблону но там были яркие с другой стороны я такие же ожидания питал от ну погоди каникулы и знаете после этого как-то знаете не хочется больше питать таких надежд то есть пускай оригиналы остаются оригиналами цена же финальные повороты не то чтобы зашкаливали своей непредсказуемостью но вполне себе давали мотивацию как минимум поразмышлять о разгадке тайны со временем мир Скуби-Ду открывался для меня с новых сторон удивлял новыми формами воплощений но при этом я считаю что Скуби-Ду вполне себе открыт для нового я был не шибко не шибко большим фанатом по Скуби-Ду но я застал очень много мультсериалов по нему ну и соответственно лайф-экшн фильмы тоже про полнометражные мультики тем более их подходов но то что все это вылило но полнометражных мультфильмов по Скуби-Ду их очень много там есть кроссовер с Киз есть кроссовер с Джоной Синой и Расселмани короче полнометражек по Скуби-Ду дохера но мои самые любимые это только три которые по СТС показывали тогда это Остров мертвецов Призак ведьмы и моя самая любимая Киберпогоня все этого хватит этого хватит чтобы оставить после Скуби-Ду хорошее воспоминание делать такую дичь как Велма это явно было поворотом не туда это да если казалось бы кончины Велмы от Лап Скропи-Ду вышли новые хэллоуиновские эпизоды Велмы будто до этого каждый эпизод и без того не казался хэллоуиновским я мертва скажи это еще раз пожалуйста я мертва усладываю внутри счастье сегодня хэллоуин один день в году когда дух может вернуться назад в тело так нет что ты такое говоришь нормально же все начиналось действительно Господи она пытается вернуть тебя с того света неужели реально здесь уместно придираться что это делается по недостаточно благородным причинам а потом когда ее воскресят она возмутится что в честь данного факта не устроили вечеринку наполовину города или что как же она меня бесит герои находятся в поисках особенной книги магии чтобы вернуть велму с того света но им нужно успеть это сделать до конца хэллоуина и тут происходит убийство и похоже за этим стоит некий черный рыцарь хорошо кто-нибудь скажет пожалуйста кто такой черный рыцарь звучит как расизм какой-то а вроде бы кстати какой-то сюжет уску пиду но не про рыцаря а про рыцаря ну точнее да про рыцаря но он не совсем рыцарь он всадник без головы по-моему был такой сюжет вроде даже в старой версии ну погоди прям вот в ранней версии из 60-х 70-х годов и да кстати черный рыцарь фильм же есть кстати черный рыцарь с Мартином Лоуренсом если что это злодей из самой первой серии скуби-ду оригинальный переодетый монстр начало-начало по сюжету классическом не ну по-моему есть и про садика без головы насколько я знаю в эпизоде мужчина скрывавшийся под личиной рыцаря использовал костюм чтобы пугать посетителей пока он подменял картины музея и продавал оригиналы знал ли этот милаха в своих наивных 60-х куда его втянут как же обновить историю черного рыцаря для современности конечно замешать сюда момент озабоченности это так неправильно на самую первую развратную хэллоуиновскую вечеринку не впустили мужика в костюме рыцаря потому что он был слишком уж неудачником для такого понимаешь ликушку старомодного однако рыцарь не сдался и все равно пробрался на тусовку популярные ребята ему это не простили и сбросили его в воду это довольно жестко что же стало с классическим натянуть трусы на голову и морально унизить так чтобы он сам прыгнул с обрыва о времена он равы и вот по легенде рыцарь возвращается на каждый хэллоуин чтобы покарать всех кто слишком открыто одевается на праздник давно же не верит в эту историю и считает что все это придумано чтобы запугать подростков чтобы те вели себя поскромнее но лучше бы создатели вели себя поскромнее и закончили бы на первом эпизоде а лучше до хотя вообще в самой этой идее что-то есть некий дух классических слэшеров типа пятница 13 где маньяк избавляется от всякой в половом плане активной молодежи потому что когда-то утонул из-за того что вожатый вместо слежки за ребенком приспичило дружить своими организмами посмотрим куда это но хотя бы не избавляется так как это делает клоун арт вот серьезно я лучше нахер буду такие слэшеры смотреть чем ой против вспоминать ведет мы будем самыми сексуальными пинки и брейн во всей вселенной нять-нять-нять-нят да уж как видите зачем просто зачем почему они мало зашкварить персонажей скуби-ду давайте еще и пинки и брейна сюда втянем причем шаги бегает в этом костюме все эти серии но в этом нет никакого смысла это никак комедийно не обыгрывается никто не вспоминает культовые фразы типа вот этих чем мы будем заниматься сегодня вечером тем же чем и всегда пинки попробуем завоевать я с ним и знаете вот это будет веская причина будет забавно если они будут одеты как пинки и брейн ведь она раньше была мозгом в банке а теперь будет персонажем которого буквально зовут мозг и вероятно это было бы немного остроумно если бы мультсериал сам не проговорил смысл этой шутки и это очень умный ход поскольку раньше я была мозгом в банке конечно или мне хотят сказать что в наше время пинки и брейн реально нуждаются в пиаре мультсериала типа велмы вот этот момент где голова пинки лежит на могиле символизирует что пинки и брейн теперь мертвы ну после появления ну как мертвы после перезапуска аниманьяков на хулу так то да вполне вероятно а знаете как можно обыграть камео и отсылки на других персонажей не настолько в лоб есть такой мультсериал скуби-ду мистическая корпорация или корпорация тайна знаю про этот мультсериал видел пару серий но чтобы полностью его смотреть не смотрел и очень хочется выбрать момент когда я его хочу посмотреть полностью ради одной не сбывшейся мечты но которую смогли все же ханна-барберовцы воплотить шип шегги и велмы не велма конечно но внимание явно заслуживает там есть эпизод где скуби-ду под температурой перед днем когда должен быть опять же если сравнивать со всеми остальными проектами по скуби-ду которые конечно хороши но если выбирать прям самый лучший то это вот этот канал конкурса величайших детективов видит такой вот сон пес отправляется у которого не просто там набор сюжетов на серии а есть какой-никакой единый сюжет к которому возвращаются периодически на этот самый конкурс и видят довольно странных персонажей команду где есть призрак ну как довольно странных персонажей это персонажи других проектов ханна-барберы то есть это такой кроссовер потом эти же персонажи появятся в другом кроссовер проекте ханна-барберы который по-моему он тоже связан с HBO Max который тоже нынче Max называется Jelly Stone где есть акула чувак напоминающий шейки с говорящей машиной и даже компашка дам с пещерным человеком для людей не в теме все это кейвмен и пусик это как-то там ну не доллся а как-то там было типа вот это это сторонние проекты ханна-барбера по сути по сути это такой постмодернистский прием скуби конкурирует но при этом проекты увы далеко не зашли всем то есть дальше первых сезонов дело не пошло хотя тот же например капитан дикарь он встречался в олимпиаде скуби со своими закосами в детективном соревновании но все это не обязательно знать чтобы получать удовольствие тут также есть интересные мысли когда выясняется что монстр этого эпизода это персонаж что состоит в скубиду подобной команде ему надоело быть всего лишь помощником и это вероятно отражает страхи самого скуби к счастью когда пес просыпается его друзья говорят тому что он не какой-то там помощник он полноценный член корпорации тайна по итогу в серии есть отсылочки для тех кто прошарен но при этом эпизод сам по себе хорош и самодостаточен но конечно просто одеть одного персонажа в другого персонажа меньше напрягает мозги на арене появляется призрак черного рыцаря и вот это типа пинки на самом деле он никого не убивал и кто-то его подставляет и выясняется что убийцами задрот рыцаря являются родители наших если так можно выразиться героев вот это поворот который абсолютно не работает это показано как сюрприз для Велма и Тафны но я совсем не могу разделить их эмоции вот к примеру в первом Гарри Поттере нам создают образ безобидного заикающегося профессора Квиррелла чтобы потом разорвать нам шаблон когда он окажется главным злодеем старатель Питт в истории игрушек 2 кажется нам добрым и максимально безопасным персонажем чтобы потом все обернулось в неожиданную форму я не могу сказать хотя местами хотя местами были очевидны намеки что он злодей такие перевертыши всегда изящны но в них хотя бы есть контраст родители же персонажей Велми всегда оказались мне полнейшими мудаками батя местного Шегги например Наркоша который хотел бы чтобы его сын также решал свои проблемы вообще учитывая то какими здесь представлены герои единственным вот это поворотом могло бы быть если бы злодеем был бы Шегги ну как персонаж который относительно приятен в своем поведении и даже это скорее бы расстраивало мол ну вот даже Шегги оказался мудлом за что понимаешь ли вообще цепляться в этом мире причем помните что корпорация тайна я вас удивлю разгадывала тайны а здесь поворот с родителями выходит из того что призрак плюс она боролась с главгадом всего сериала с собой с минус одним глазом просто посмотрел фотоальбом а знаете как поступают с родительской линией в другом мультсериале в мистической корпорации родной отец Фреда состоял в прошлой версии команды вообще тут раскрыта тема преемственности и вот кстати тот самый главный злодей Фреда состоял в прошлой версии вот он команды он ведь будет злодеем вообще тут раскрыта тема преемственности мол всегда были люди и животные что разгадывали тайны по сути у каждого персонажа был некий прообраз ранее что касается злодейства либо прообраз из параллельной вселенной why собственно not родители и то приемный батя Фреда в этом мультсериале вполне реализовывается в рамках подобного амплуа однако на деле оказывается что его образ сложнее чем можно было предположить я хочу чтобы ты знал ты самое лучшее что было у меня в жизни по сути он все короче говоря он здесь антигерой такой то есть его выставляют как злодея но на то есть причины почему таким стал равно лучший отец чем родной оправдать можно фрэда как оказалось течение истории вообще плевать на него ну знаете такая штука как неоднозначность персонажей проблема в том что велми несмотря на то что персонажи любят периодически поговорить про свои чувства герои все равно остаются картонками знаете вот такой тип людей которые постоянно пытаются шутить так как хотят осознанно или нет закрыть за своей иронии свой внутренний мир который они боятся демонстрировать вот и герои велмы в том числе из-за вечных попыток в хи хи ха ха кажутся до боли поверхностными так еще и шутки зачастую не смешные так что не сильно и ясно зачем все это тогда надо ладно вы готовы к новому повороту оказывается родители не отправили рыцаря на тот свет осознанно они просто споткнулись и типа вышел несчастный случай ладно я жаловался что этот поворот с их злодейством не цепляет но по крайней мере когда их показывали как потенциальных убийц они стали хоть что-то из себя представлять настоящей злодейкой же оказывается эвелин сотрудница исторического сообщества если честно в этих эпизодах было так ее мало что я даже толком ее и не запомнил ей богу лучше бы злодеем еще раз оказался скрэпиду эвелин использует магическую книгу чтобы восстали зомби она боролась с откровенными нарядами чтобы праздник хэллоуин снова стал страшным а не давил на привлекательность таким образом ее магические силы стали сильнее но герои решают бороться с ней с помощью опять же сексуальности нет единого способа быть сексуальной но таланты тоже бывают сексуальными или парни что управляются с детьми да это конечно сексизм я не знаю как это комментировать да персонажи по итогу побеждают с помощью своей я бы это прокомментировал так шихалк была карди карди би или кто там меган тридстелли здесь тоже есть певица подобного амплуа и ведь практически всех их троих объединяет и киминаж в каком-то смысле потому что они чисто мое мнение копируют ее образ и ее стиль знаю как это комментировать да персонажи по итогу побеждают с помощью своей хорни силы озабоченность победила зло прекратите особенно ты сексуальный молодой санта клаус когда уже все это закончится на что у нас по итогу с велмой вы не поверите чувак все еще хлеще в харли квин уж поверь но она жертвует собой и бабуля эвелин утаскивает ее в ад слава тебе господи я уверовал казалось бы уверовал это все был сон короче все это не важно этот клипхэнгер идет в никуда ведь велму вроде как закрыли но я не удивлюсь если на деле это какой-то троллинг и потом нам выкатят еще эпизоды и создатели скажут что хочется верить что это была обманка а вы дурачки повелись учитывая что в этом сериале в этом сериале вилма два раза помирала но так и не померла я блин уже готов ко всему почему же я сегодня постоянно упоминал мистическую корпорацию потому что потому что нахер лучше я буду смотреть мистическую корпорацию и нахер все эти ребуты последующие по по скуби-ду неважно в таком они стиле будут в другом стиле нахер по сути так же как и велма пытается в каком-то смысле я хочу сказать скуби-ду для меня закончились на мистической корпорации все есть кстати ведь мультсериал который чем-то похож на мистическую корпорацию и на старые эпизоды в которой кстати говоря даже есть сейчас вспомню как его зовут Кевин Смит есть есть Сия в качестве жертвы того или иного монстра в костюме человек в костюме вот но я смотрел пару серий в принципе норм но до мистической корпорации не дотягивает имеется настоящее развитие лора углубление персонажей и создание цельного единого сюжета это действительно свежий подход который улучшает то что было а не выбрасывает все куда подальше дело из персонажей бесячих отталкивающих болванчиков зацикленных на неуместных остротах и собственной озабоченности сценаристы обновили велму сделав ее любительницей обоих полов не удосужившись сделать ее приятным персонажем хотя по-моему это будет поважнее остального вдумайтесь мы живем в мире где некоторым классным сериалам не дали даже один полноценный сезон а велма пережила два сезона и даже хэллоуиновский спецвыпуск чувак наоборот лучше пускай так пускай лучше как с болотной тварью пускай лучше будет один сезон но будут приятные воспоминания чем будут доите 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 в итоге превратиться вот в это или даже хуже все эти коды в мультсериалах и других произведениях часто осмеивали скрэпиду считая его какой-то постыдной частью скуби-ду лора так вот скрэпи мне кажется ты наконец свободен от этих сомнительных колкостей я уверен не знаю самые ярые фанаты скажут что это на уровне это просто на уровне но нет нафиг меня в скрэпиду в детстве ой скрэпиду в детстве не бесил ни разу вообще что отныне существование велмы будет темной полосой если меня и бесил то только более тупорылая версия скуби в белом цвете и с красной шляпкой вроде если я правильно понял который у него постоянно косячные глаза и он говорил так ублюдски ой в истории скуби-ду вещью которую будут стыдиться и вспоминать о ней только чтобы пнуть хотя наверное самое разумное будет просто забыть о том что такая штука вообще существовала но к сожалению я про все это точно не забуду знаете в конце мистической корпорации время было перезагружено и герои попали в более благоприятный мир надеюсь когда нибудь произойдет что-то подобное и мы окажемся в реальности это так закончился мистический как у дома нафиг без белмы но пока этого не произошло все это навсегда останется стыдной частью бытия как бы этого не хотелось отрицать ну а с вами был акр если вы не смотрели мой про слушай чувак если если вот эта вот завязка с параллельным миром является финалом мистической корпорации блин я хочу это посмотреть серьезно нахер ну и опять же ради шипа Шегги и Велмы который увы не суждено было случиться потому что чувство по отношению Шегги к Велме задели Скуби мол ты же ведь был моим лучшим другом и так далее и ты поменял меня лучшего друга собаку говорящую антропомофну в каком-то смысле вот ты променял меня на какую-то бабеху с очками которая более фапобальна чем Дафни ну это уже дело авторов как-то так вот собственно и все все что ребят я говорил вы можете расценивать и как субъективное и как объективное мнение можете это расценивать как угодно я это расцениваю и так и так и вот теперь вы думаете сами как я на самом деле действительно это все дело акцентирую и как я ко всему этому на самом деле отношусь как-то так на этом и все по-английски